Доброе утро! Здравствуйте, здравствуйте! Маркус, вот, как я уже отметил, не так часто у тебя в Кишиневе и в Молдове. Ты больше обитаешь в румынском шоу-бизнесе, в румынских студиях, звукозаписывающих. С чем это связано? Почему ты выбрал тот рынок и чем ты там занимаешься? Можно сказать, что я вырос уже немножко с нашего рынка, с молдавского. Я уже больше смотрю на, не скажу именно на европейский, больше, наверное, на американский, но все-таки румынский бизнес больше развит, шоу-бизнес, чем наш. А как определяется то, что ты вот вырос? Ты сам себе так решил? Стало тесно. Стало тесно или там, в общем-то, зашкаливают рейтинги? Нет, может, дело не в рейтингах. На самом деле, больше дело в том, что я не могу на 100% уже сказать, что наши идеи можно воплотить здесь, в Молдове. С финансовой точки зрения и публика не совсем открыто смотрит на все это, как смотрят европейцы, допустим. То есть наша публика не совсем воспринимает все то, что ты делаешь, так? Именно по электронной музыке, да. То есть у нас больше какие-то коммерческие форматы идут, а именно вот электронные, как трансовые какие-то вечеринки большие делать, да. То есть мы можем делать их раз в 2-3 месяца, но это мало. Хотелось бы в каждый уикенд. Маркус, ну вот в Румынии тебе все-таки удалось попасть в студии довольно известным музыкантом. Ты работал, как мы знаем, с группой «Аранди». И на данный момент ты сотрудничаешь с «Аранди», с одним из участников этого коллектива. Как ты познакомился с ними? Почему в дальнейшем решил именно сотрудничать с ним? Было очень интересно, как произошло наше знакомство. Меня набрал один наш общий знакомый, который работает и здесь, и там, продюсер один. И предложил приехать в Румынию поработать с группой «Аранди», потому что им понравился один из моих ремиксов, который я написал на одну песню. Початка просто услышали твой ремикс и предложили твой ремикс. Да, и мне просто позвонили и сказали, не хочешь ли ты приехать в Румынию работать с «Аранди»? И я, конечно же... Все это в социальные сети? Да, да, и интернет, да, в первую очередь. Насколько мы знаем, «We Go Blind» – это не просто новый трек, но это какой-то новый проект, расскажи об этом. Это больше, да, воплощение какой-то детской идеи, наверное, собирать много людей, передавать свои какие-то эмоции, поэтому, наверное, я пошел в диджеинг. «We Go Blind» – это флешмоб такой интересный, который предполагает то, что мы хотим ставить акцент именно на музыку. Всегда хотели, да, и много раз люди стараются ставить какие-то стандарты на музыку, допустим, или на фэшн, или на стиль, поведение и так далее. Мы хотим на нашем шоу завязывать людям глаза вот этими ленточками, да, которые вы увидите, да, в клипе и фотографиях каких-то, что именно вот на шоу человек приходит, и он ставит акцент, мы хотим ставить акцент именно на музыку, да, то есть люди слушают, как бы слышат и фантазируют. Чтобы они были ослеплены именно музыкой, ничем другим, да, получается? Да, да. Насчет самого видеоклипа, мы сейчас увидим и премьеру песни, а кто снимал, кто занимался тебе помощью вообще в съемках этих клипов? Насколько сложен был процесс? На самом деле команда не такая большая, но продукт вышел очень интересный, очень красивый. Съемки длились два дня, наверное, да. В итоге мы начали, на самом деле, снимать клип с Ранди и начали снимать отдельно и промо-ролик для нашего шоу «Иго Блайнд». И в итоге нам промо-ролик больше понравился, поэтому он вышел как официальный уже клип в конце. У нас там красивые картинки и красивая девушка. Без девушки, конечно. Конечно, да. И, естественно... Кастинг как, кстати, проходил, что касается девушек? Кастинг, наверное, проходил больше, я... Больше, чем самих любимых, я так думаю, да? Кто выбирал, ты или раньше? Нет, на самом деле, девушка, с которой мы снимались, мы хорошо дружим, то есть и, в принципе, долго не обсуждали, кто у нас будет сниматься. А, кто-то тоже участник проекта, получается. Да, 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 да. Хорошо, я думаю, что совсем скоро мы увидим видеоклип на композицию «We Go Блайнд». Это первый видеоклип, кстати, или... Нет, это уже третий, четвертый по счету, наверное, да. Ну, а любимый, нет? Это как сказать про любимый ребенок, да? То есть каждый клип и каждая моя новая работа – это что-то, какие-то новые эмоции. То есть тяжело мне сравнивать. Ну что, друзья, давайте не будем много говорить, давайте увидим. У нас сейчас премьера композиции от Ранди и Маркуса Лойера. Композиция называется «We Go Блайнд» и прямо сейчас премьера на нашем телеканале. Композиции от Ранди и Маркуса Лойера. Композиция 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 от Ранди и Маркуса Луес Субтитры сделал DimaTorzok 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 Самое интересное, что когда слушаешь любимую музыку еще закрываешь при этом глаза, или тебе завязывают глаза ты ощущаешь ее по-новому то есть ты ощущаешь какие-то новые звуки, которые ты может не слышал и я ощущаю когда пишу допустим музыку я стараюсь закрывать глаза как бы и прислушиваться именно к музыке, потому что много идет ассоциаций, или много опять же эффектов в клубах или концертах, которые сбивают тебя. На самом деле песня не такая хорошая, а именно ассоциации и все эти спецэффекты шум отвлекают. Мы хотим ставить акцент именно на музыку. Именно этот трек, так как много раз повторяется «We go blind» и так далее, с этими табличками, с этим флешмобом, просто хотим навязать эту идею. Вы не боитесь, что мысли материальны? А слова тем более. Может быть, да. То есть, опять же, мы стараемся преподнести это все красиво, в красивой упаковке, как наши люди. Извини на то, что ты в начале нашей беседы говорил, что в нашей стране не всегда все воспринимается на ура, но думаю, что этот проект должен выстрелить. Мне проще всего просто здесь организовать именно эту премьеру. Я, естественно, хочу это все делать и по Молдове, и, естественно, идти уже на экспорт куда-то. Но проще всего здесь, потому что я отсюда, у меня здесь очень много знакомых, много людей, которые нас поддерживают. Телезрители видели на экране, да, то есть много наших артистов, друзей. Жилин, 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 жилин. Да, и 50 сен, кстати. Понимаете, да. Ну что ж, мы благодарим тебя, поздравляем тебя с премьерой, и хотим поддерживать твое вдохновение, поддерживаться на вот такую вот баночку ароматного кофе Якобс. Наслаждаясь этим вкусом и твори дальше. Спасибо большое. Да, тебе будет очень больно сложная и тяжелая ночь. Мы тебе желаем удачи. 100% спасибо. А мы переключаемся на короткую рекламную паузу. Она будет очень короткая. Оставайтесь с нами.